ДОСМОЖ Где-то, не буду уточнять где, есть отсек мироздания, куда может проникнуть любой, вырвавшись из оков физического мира, и при жизни, и после смерти. Впрочем, смерти нет. Я называю это место зеркальной комнатой. На самом деле, никакой комнаты, конечно, не существует, как и зеркал. Просто оказавшись там однажды, ты обнаруживаешь свойства отражения буквально всего, что существует в мире, людей, их мыслей и чувств, памяти, прошлого, настоящего и будущего. Вы когда-нибудь бредили в лихорадке? Спутанное сознание порождает такую фантасмагорию, что даже придя в себя, мы не можем вспомнить детали, а уж тем более описать или мысленно воспроизвести их. Разум больного организма и разум здорового сильно разнятся. Конечно, словосочетание разума организма – семантический нонсенс, абракадабра, как, к примеру, сознание мозга или кувшин бутылки. Меньшее, но все равно бессмыслится, разум человека. На этот счет у меня есть свое, особое мнение. Чаще всего нам не дано оказаться одновременно в двух местах, чтобы сопоставить впечатления и перейти к маломальски объективному видению мира. А подобрать подходящие слова, понятные остальным – та еще задачка. Оттого и возникают затруднения с формулировками и, как следствие, упрощения и аллегории. Итак, пусть будет комната, комната сложной конфигурации, напичканная зеркалами. Зеркальные плоскости заменяют тут и стены, и полы, и потолки, располагаются под разными углами без какой-либо определенной геометрии или архитектурной эстетики. Постепенно сознание, пытаясь найти хоть какие-то точки координат и зацепиться за привычные образы, конечно же, обнаруживает их. Условные расстояния, условные размеры и условные же предметы. Довольно скоро я научился видеть себя со стороны, в данном случае свое собственное отражение в зеркалах. А позже, когда я приспособился определять верх, низ, лево, право и даже перемещаться, появился еще один человек, потом другой, третий, четвертый. Если я избежал точного описания комнаты, то и уйду от столь же бессмысленных попыток обрисовать внешний вид людей, и самого себя, и других. И да будет так. Абстрактная комната с абстрактными зеркалами и некоторой абстрактной мебелью, чтобы визитерам занимать в помещении обычные и привычные позы. Хочешь, стой или ходи, хочешь, присядь или приляг. Так, прежде чем я перейду непосредственно к истории под названием «Досмож», выражу еще одну мысль. Принято считать, что после биологической кончины оттуда никто не возвращается. Так ли это? Скорее всего так. А кому ведом иной ответ, помалкивают в соответствии с неписанным законом. Если же кто заявляет во всеуслышание «Я был там, но вернулся», он добросовестно заблуждается. Просто стоять на пороге не значит переступить его. И что такое сам порог? Этакая незаметная и условная граница между двумя мирами, небесным и земным, непроходимая для простого смертного? А вдруг она лишь начало весьма непростого пути, состоящего из череды неких комнат-пространств, среди которых есть и зеркальная комната. В нее можно попасть как с той, так и с другой стороны. И благополучно вернуться назад. Чаще по воле проведения, чем по собственному хотению, там сталкиваются люди, как пассажиры поезда в межвагонном переходе, чтобы поговорить, обменяться опытом, исповедаться, облегчить душу, очиститься от грехов. Меня зовут Александр. Присутствующие поприветствовали новобранца и представились по очереди. Новобранец вел себя довольно раскованно. Вполне вероятно, он бывал здесь и раньше. Тогда почему его никто не видел? Александр не стал садиться, несмотря на то, что все, присутствующие в комнате, расположились поудобнее на своих стульях, в креслах и даже на простеньких табуретках. В помещении наряду с роскошной мебелью имелись и длинные, плохо струганные лавки, но они пока пустовали. Зеркала давали разноплановое отражение людей и создавали иллюзии множества коридоров, уходящих в бесконечность. Казалось, нет границ у относительно небольшого пространства, нет ни стен, ни пола, ни потолков. Куда ни глянь, увидишь себя и огромное количество окружающих тебя людей. Александр мерно прохаживался среди равных ему и говорил «Я рос с тихим, спокойным ребенком, больше предпочитавшим уединение. Не нравилось разговаривать с самим собой. Правда, в раннем детстве разговором это назвать трудно. Так, лепетание, а по большому счету духовно-нравственное самообщение. То, что случилось однажды, не плод моего детского воображения. Ведь можно предположить, что я нуждался в друге с большой буквы по аналогии с известной сказкой про малыша и Карлсона или мультфильмом «Чуча», тогда еще неизвестным никому. Когда дефицит общения порождает в подсознании искусственный образ этого друга. Нет, я не страдал от одиночества. Я к нему стремился и друзей не искал. Я даже не искал достойных собеседников. Впрочем, их просто не было. Сверстники говорили о чем угодно, только не о том, что меня могло заинтересовать, а взрослые видели во мнении по годам развитого ребенка и считали букой. В лучшем случае не от мира сего. Тем не менее, жизнь протекала не в лесу и не в пустыне. В районном центре, где хорошо была развита промышленность, активно велось строительство жилья, как грибы росли целые кварталы с соответствующей инфраструктурой, строились фабрики, машиностроительные заводы, химические комбинаты, закрытые стратегические предприятия, так называемые ящики. Дома в новостройках заселялись с новоприбывшими молодыми специалистами, пускниками институтов, техникумов, училищ, инженерами, врачами, учителями, строителями, транспортниками, шахтерами, создавались семьи, рождались дети. И у меня интеллигентная семья, любящие родители, родственники, соседи. До школы я посещал ясли, затем детский сад, все как положено, не скучное и не обездольное детство, такое же, как и у всех советских детей. Нас было много в дворе, наши кирпичные трехэтажки и соседних домов, жили и не тужили, казаки-разбойники, прятки, жмурки, классики, мяч, клюшки, шайба, костры по вечерам, рогатки, пугачи, драки, но это правда, чуть позже. А пока я совсем маленький, мне 4 или 5 лет, точно не могу сказать. Поздним вечером папа с мамой отпускали меня погулять в полисадничек перед домом, который разбили и засадили деревьями и кустарниками сами же жильцы дома, наши родители. Красивые клумбы с цветами, ряды стриженных роз, кустистый боярышник, его ягоды я с той поры и полюбил. Середина осени, поздно, может часов 8 или 9, солнце давно зашло, темно, горят окна, за занавесками бурлит жизнь, тихо на улице, возможно по телевизору транслировали какой-нибудь интересный отечественный фильм или передачу, например, Кабачок 13 стульев, а может нашумевший тогда сериал сага Форсайта, может кто помнит. Никого во дворе, один я, мне такие вечера нравились, и в этом без люди мне захотелось еще большего уединения. Я забрался в самые густые и колкие заросли боярышника, и сквозь его ветки взор мой обратился в небо. Там наверху чувствовалось что-то присутствие. Оказалось, неспроста. Вскоре ко мне быстро приблизился светящийся шар. Он был не настолько ярким, чтобы осветить округу, бледно-желтого цвета, размером с футбольный мяч, завис прямо передо мной, чуть выше моей головы, при желании можно было коснуться его рукой. Я молчал и смотрел. Ни страха, ни удивления, только любопытство и ощущение счастья. Шар заговорил со мной, а я ему стал отвечать. Беседа происходила в полной тишине. Знаю, что рта я не раскрывал и никаких слов не слышал, но это была именно беседа. Несмотря на все попытки вспомнить детали того разговора, у меня ничего не получилось. Ни в тот вечер, ни позже в последующие годы память запечатлела лишь окончание. Шар сказал мне, что отныне и всегда будет рядом. И я могу просить у него все, что угодно. Не знаю, сколько мы были наедине с ним, минуту ли, полчаса, когда единственный визитер стремительно улетел в какой-то немыслимой, ломаной траектории, в голове осталось звучать его имя. Да смож. Я и не думал искать этому слову расшифровку. Она сама родилась, когда на следующий день я попросил у да сможа какую-то мелочь. А в конце непроизвольно произнес «Досбудется мое желание». Да смож. Причем я откуда-то знал, как просить. Сначала надо было посмотреть на небо в определенном направлении, вытянуть руку, представив на кончике своих пальцев тот шар и сказать ритуальную фразу «Приди ко мне да сможа и сделай так». В заключении четко сформулированной просьбы я должен был обязательно произнести «Я верю тебе, да сможа, я помню о тебе всегда. да сбудется мое желание». Так же следовало немедленно постараться забыть о просьбе. И тогда она обязательно сбывалась. Еще я знал злоупотреблять, как и беспокоить да сможа по пустякам, нельзя. Но кругом и всюду ежедневно нарушал правила. Пусть гости надоевшую уйдут поскорее. Хочу велосипед, давно обещанный отцом. Бездомная собака, побитая пьяным соседом, пускай выздоровеет, а сам сосед в тюрьму усядет. Дядька, бредущий по тротуару, хоть бы споткнулся, да в лужу упал. И так далее. Никому и никогда я не говорил о своем фантастическом друге, имея твердое убеждение, что потеряю в этом случае его покровительство навсегда. Вам же рассказываю, потому что здесь все запреты снимаются. Разве могут быть тайны от собственной совести? Не прошло и месяца после того случая, как я обратился к Досможу уже всерьез. Да по какому поводу мне понадобилась смерть? Во дворе у нас жил бравый парень по имени Витя, которого все боялись и страшно уважали. Он был отпетый хулиган, старше меня лет на пять, но почему-то покровительствовал мне всегда. То ли личная симпатия, а может быть потому, что мой отец имел в дворовой пацановы особый авторитет. Его золотые руки и изобретательная голова рождали на свет фантастические поделки. То бумеранги, описывающие в воздухе сложные фигуры и возвращающиеся к твоим ногам. То настоящие луки с камышовыми стрелами, то реактивные мини-ракеты, оставляющие за собой белый шлейф от горючей потопленки, была еще тогда такая. То диковинный танк, точный макет Т-34 с электроприводом от портативного пульта управления. А еще с разрешения отца Витя иногда брал нас гитару и пытался на лавочке у подъезда научиться что несколько лет спустя он собственноручно изготовил самодельную гитару, ни в чем не уступающую по звучанию фабричную. Я никогда не пользовался предложением Витьки побить, наказать кого-то из своих табитчиков, но безвозмездно предлагал покататься на моем велосипеде, без спроса отца выносил из дому гитару и давал недолго попринчать на ней. Завершу свое музыкальное отступление тем, что Виктор стал дальнейшим примечательным рок-гитаристом, обосновался в Москве, но позже сменил артистическое амплуа на предпринимательскую деятельность. И вот однажды, несмотря на взаимную симпатию, Витька обидел меня, допустил некую непростительную с моей точки зрения грубость по отношению ко мне, своему, как мне казалось, другу. Я вознамерился ему отомстить. Физических данных для этого не доставало, а обида ну просто захлестывала меня. Это случилось в ясный летний день. Я, исполненный жаждой мести, наблюдал из зарослей все того же боярышника, как самодовольный Витек провожает до подъезда своего подбыпившего отца, к слову сказать, трезвым, которого редко кто видел в нашем дворе. Я вдруг совершенно спонтанно подумал, чтоб твой отец умер. обрамив пожелание в ритуальное обращение к досможу. На следующий день отец моего обидчика погиб, разбившись на мотоцикле. Кажется, это случилось на переезде. Во время похорон я присутствовал при выносе тела из подъезда и навсегда запомнил запах смерти, заказанный мною. Когда я учился в начальных классах школы, мой одноклассник отравился вместе с своей бабушкой угарным газом. Я видел, как тщедушную старушку и ее внука, без того от худенького, а сейчас больше похожую на тряпичную куклу с белым лицом, выносили из подъезда санитары, скорой помощи увозили в больницу. У дома толпились зеваки и видал все тот же жуткий запах смерти. Люди сокрушенно делились друг с другом новостью, что оба умерли. Я испытал страх и неведомую раньше щемящую жалость. Я взмолился, когда сможешь, чтобы он вернул несчастным жизнь. И оба выжили. Как уж там было на самом деле, врачи ли постарались, или свершилось чудо, мне неведомо, но в тот момент я был уверен во всемогуществе своего покровителя. Следом другая история. Мое детское самолюбие задел один болтоватого типа великовозрастный хмырь из соседнего дома по кличке Сверит. Он дал мне плеуху, сопроводив ее грязными ругательствами, за то, что я не позволил ему прокатиться на моем велосипеде. Он отнял у меня его силой, накатался в сласть и вернул с погнутой рамой, с вывернутыми восьмеркой колесами. Я не плакал, но внутри горел жаром обиды и, забившись темным углом подъездного подвала, ох, уж как я любил эти подвалы, возжелал смерти всей семье этого Сверида. Через несколько дней нашу округу облетело страшное известие. Вся семья каких-то мало кому известных Сверидовых, муж, жена, бабушка или дочери отравились грибами. Тогда я впервые услышал пугающее название «Бледная поганка». В живых остался только сын. Это и был тот самый Сверид. В дальнейшем, насколько я знаю, он попал в детдом и по прошествии лет был осужден за убийство, а в итоге сгинул где-то на родниках. Испытывал ли я угрызение совести? И да, и нет. Рос ли я жестоким ребенком? Нет. Нет. Скорее экспериментатором естествоиспытателем. Кто в детстве лапки крылья мухом не оторвал? Ну, я таких не встречал. Я не говорю о тех крайностях, когда бездушные дети четвертовали кошек посредством привязывания их за лапки к дверям соседей в площадке, а потом нажимали на все звонки и убегали. Или сжигали, облив бензином повешенных домашних питомцев под окнами их хозяев. Позже, в отрочестве, я сам таких беспощадно бил и всей душой презирал. В каждой избушке своей погремушки и в нашем городе не все было гладко с воспитанием молодежи. По большей части улица растела нас. Отдельные кварталы были наводнены административными уголовниками, химиками. Рабочих рук не хватало в первой послевоенной пятилетке. Они тоже заводили семьи, у них росли дети с соответствующими нравами генетической отягощенностью. Неокрепшая душа благополучных детей, как губка, впитывала все плохое и запретное. Дьявол-искуситель со своим яблоком не дремал. Я с другими ребятами хулиганил на стройках, лазал по подвалам, из вентиляционных окошек стрелял из рогаток по прохожим, взламывал сарай и погреба, разорял чужие огороды. Но вместе с тем жалеючи таскал в квартиру раненых птиц, котов, собак. Меня не смущали лишаи на их теле, сыплющиеся на пол блохи. Я откармливал несчастных даже редким в доме деликатесом, пил с ними из наублюдца молоко, клал в свою постель, ругался с размущенными родителями, грозился уйти из дома вместе с шариком, стрелкой, какой-нибудь там белкой или рыжиком, плакал, когда мама ночью уносила очередного постояльца на окраину города или увозила в деревню, если завод отправлял своих сотрудников на свеклу или картошку. Были такие мероприятия. Я не оправдываюсь. Свинья везде грязь найдет. На много лет мой досмож замолчал. Он не реагировал ни на какие просьбы. Я очень переживал. Догадываясь о причине. А причина нельзя желать людям зла. Я пытался всячески задобрить своего таинственного и всесильного покровителя. Делал в его честь талисман, плакал и обещал исправиться. А однажды, дойдя до отчаяния, даже принес жертву вороненка вмерзшего лапками в лед. Я долго оттаивал бедненького собственными ладонями у батареи в подъезде, но видел, что обмороженная птица умирает. И тогда решил, чтобы прекратить ее мучения, я резким движением свернул тонкую шейку, провернул ее вокруг оси несколько раз, приговаривая, я делаю это ради тебя, да, смуж. Вернись ко мне, вернись. В ту пору я уже учился в пятом классе. Друг вернулся, когда мне исполнилось восемнадцать. Меня арестовали за разбой. Длинная история. Не стану утомлять вас подробностями, как докатился я до жизни такой. Две смежные статьи у Карас ФСР обещали от семи до пятнадцати лет лишения свободы, а в особых случаях, если следователь постарается и навешивает лишнего, предусматривалась и высшая мера расстрел. И только в этом диапазоне я мог рассчитывать на варианты. Была зима, предстоял суд, и по прогнозам адвоката не могли дать в лучшем случае семерик. Но за мной числилось еще много грехов, никому неизвестных. Я боялся, что они вскроются на следствии. Тогда бы меня светила точно мышка. Я молил Бога, чтобы этого не случилось. Доведенный самим собой ситуацией, созданной мною уже до отчаяния и внезапного раскаяния, я вновь обратился к почти уже забытому досможен. Новогоднюю ночь, за несколько дней до окончания следствия и за два месяца до суда я обратился к нему, проникнутый искренним раскаянием. Хотите знать, в чем заключалось мое раскаяние? Я бредил во снах, заговаривал снаеву. От меня шарахались сокамерники, от моего дела отказывались адвокаты, вертуха и тюремщики считали сумасшедшим. Про себя и вслух я твердил одно, с меня хватит случившегося. Несколько месяцев заточения уже изменили меня предостаточно, я отсидел свое и сполна понес наказание муками совести. И если бы чудесным образом меня выпустили на свободу, я искупил бы свой грех, творя только добро. Я плакал по своим родителям, сознавая, сколько горя принес им. Я искренне готов был отдать всего себя в жертву людям, но каким образом тогда еще не знал. В кульминационный момент своих терзаний я не выдержал внутренней трагедии и лег животом на заточенной супинатора сапога. Бессильная ярость на себя, отчаяние, истерика и никакого расчета. Ни на то, что острое стальное полотно может дотянуться до брюшной аорты, ни на то, что в четырехместной камере оставался некоторое время один. Единственный закамерник, вызванный на свидание с родственниками, должен был появиться только через час, может быть чуть больше, а вернулся намного раньше. Несколько месяцев в тюремной больничке, операция, нагноение, повторная операция, авитаминоз, беззаживающая рана, флегмон на брюшной полости, снова операция. В результате обезображенный живот, превратившийся в сплошной фиолетово-красный рубец и изъеденный гноящимися свещами. Отправка в общую камеру на 60 человек. Потом драка за точками, проникающее ранение в мой многострадальный живот и вновь больничка. Теперь я умирал от сепсиса. И вот в новогоднюю ночь между учащающимися провалами в горячечное забытье я позвал до сможа и попросил почти невозможного нет, не подарить мне жизнь. Я попросил дай мне свободу через три года и отлежусь, подлечусь и буду человеком. Я назвал точную дату, она кое-что значила для меня. Кое-что значила для меня. Александр надолго умолк. Слушатели терпеливо ждали продолжения, пока один из них не встал и не произнес требовательно. Ты призван быть равным нам, Саша, и если ты не принимаешь правду в свою жизнь, значит ты не готов. Решай или уходи. этого оказалось достаточно, чтобы рассказчик продолжил. Он даже не изменил позы, словно команда замри сменилась в противоположной отомри. Это была дата первого убийства, бандитский период моего грехопадения. Пусть он и был негодяем тот. Как и я. Неважно. Но я собственноручно лишил его жизни. Мне захотелось привязать момент выхода на свободу именно к этой дате. Дате отнятия мною чьей-то жизни. После заключительной фразы я верю тебе да смож я помню о тебе всегда да сбудется мое желание. Как и полагалось я должен был забыть свою просьбу. Но не сделал этого. На этот раз я не верил в чудо. Но день в день оно случилось. Приказ Верховного Совета РСФСР о помиловании был подписан именно за этой датой. Да прошение о помиловании я подал загодя. Как было введено среди зеков, но шансы были так малы, а сроки рассмотрения прошения настолько нереальны, что даже когда пришла бумага с приказом, в недоумении были и заключенные, и администрации колонии. Александр остановился у одного из зеркал, прислонился к нему плечом и принялся рассматривать свое отражение. Его осанка и лицо поражали внутреннюю силу, спокойствие, достоинство, мудрость. Только в глазах таился слабый отблеск неуверенного пламени свечи, что выдавало глубоко запрятанную боль, тоску и одиночество. От комнаты невозможно что-то скрыть. «И как же ты искупил свою вину?» задала вопрос девушка по имени Ирина. Я поступил в медицинский институт. Не сразу, конечно. Два года пришлось поработать на промышленном предприятии, простым рабочим, даже закончить ПТУ. Восстановился в комсомол, подал заявление в партию, несмотря на биографию. Хотел уйти добровольцем в Афганистан, война тогда в разгаре еще была. Не пустили. Смешно? По болезни не прошел. Впоследствии того ранения. Староват я был уже для института и прошлое подкачало, но, вы знаете, приняли. Долго готовился даже школьную программу, начисто забытую, заново прошел. На репетиторов всю зарплату пролетарскую отдавал. Короче говоря, поступил. Стал врачом, работал. Работал по призванию, по совести, с душой. Но, считаю, до сих пор еще не скупил греха. Хоть часто мысленно вхожу в трамвайный вагон, наполненный пострадавшими по моей вине людьми. И есть такая психотехника покаяния и прощения. Я подхожу к каждому фантому, смотрю в глаза и молю о прощении. Жаль, что в действительности такого вагона нет. Но в том виртуальном меня все простили. Кроме одного человека. Кроме одного он давно умер. И в том моя вина. Вновь рассказчик умолк и вопросов к нему ни у кого не было. Только чего-то все же не хватало в цепочке описанных событий и Александр заговорил вновь. Словно искал это недостающее звено. Много воды утекло. Я никогда всерьез не задумывался до сможи. Я не знаю кто это или что это. С просьбами к нему больше не обращаюсь. Наверное серьезных поводов больше нет. Или пока нет. А еще боюсь, что друг бросил меня непутевого. лишь иногда мысленно проговариваю да и то почти механически свое заклинание по ночам если мне не спится я верю тебе да сможешь я помню о тебе всегда да сбудется мое желание и с тем засыпаю. Но в душе моей присутствует твердая убежденность что однажды мы встретимся вновь. Кажется об этом тоже помимо всего прочего речь шла в нашей первой беседе подробности которой не сохранила детская память. И когда встреча состоится я узнаю наконец что это за явление да сможешь наверное что-то очень личное и одновременно вселенское. Вот когда мы задумчиво рассматриваем на фоне голубого неба движущиеся облака то их причудливые комбинации совместно с нашей фантазией иногда порождают такие неповторимые картины будто кто-то заключает с нами некий тайный и очень интимный союз. но небо-то от этого не перестает быть общим для всех оно ведь бесконечно. Я знаю этого человека поднялся со стула один из присутствующих и направился к рассказчику он равен нам рассказчик вскинул голову внимательно и долго разглядывал подошедшего к нему мужчину отшатнулся тихо ахнув и прикрыл веки из-под которых блеснула слеза казалось что все присутствующие облегченно вздохнули никто не смел выступать в качестве судьи кроме разве что жертвы злодейства давних-давних лет комната мудра случайности в ней не бывает если кто-то стремится в нее попасть с той стороны или с этой значит там его ждут спасибо благодарю прошептал Александр и бессильно опустился на колени одной рукой опершись отесанную длинную лавку тесанную длинную лавку а может быть скамью для подсудимых может быть может быть алекс брок 2011 год мудра мудра Субтитры сделал DimaTorzok